Привет, друзья! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте, также не забывайте о Телеграме, ссылка в шапке профиля. На пленарном заседании Верховной Рады нардепы признали Ичкерию временно оккупированной России и осудили геноцид чеченского народа. Об этом сообщил народный депутат от Голос Ярослав Железняк в Телеграм. Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерии временно оккупированной РФ и осуждение совершения геноцида чеченского народа, говорится в сообщении. За соответствующее постановление 8132 проголосовали 287 нардепов. Таким образом, Украина не признает оккупации России территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным. Украина также призывает государства-члены ООН и международные организации расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной России. Напомним, после двух войн и партизанских восстаний Россия вовлекла Ичкерию в субъект РФ Чеченской Республикой, а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства Кадырова-старшего на посту его заменил сын Рамзан. По сравнению с другими округами РФ в Чечне высокий уровень безработицы, низкий уровень экономического роста, образования, инвестиционного потенциала, но высокий уровень коррупции. Семья Кадырова занимается фондом, который фактически финансирует вся Чечня. У самого Кадырова дорогие частные авто, самолеты, недвижимости в Дубае и тому подобное.